Начало нового учебного года в колледже имени Ларина встречают, может, и менее помпезно, но более осознанно. Торжественная линейка прошла здесь с самого утра в 8.15, а уже в 9 часов у ребят начались трудовые будни. Скучала по колледжу, конечно же, очень сильно, но все-таки хотелось бы еще немножко провести лето. Планы на год – хорошо учиться и надеяться поступить на вышку. Вообще лето провела довольно хорошо. Буду скучать по этому лету, потому что она у меня последняя после школы. Ушла после 9 класса. Ну, желаю себе успехов. Думаю, что я справлюсь. Летом была у меня подработка, также от колледжа. От колледжа много подработки идет. За лето много чего интересного случилось. Машину купил, ну и скучал в общем. Летом, да, хотела вернуться, ну потому что ты скучаешь по этой атмосфере, скучаешь по одногруппникам, потому что, ну, дома это так просто погуляло. Все, а ты тут уже четвертый год учишься, допустим, и ты все равно скучаешь, и ты к ним привыкла. Сегодня в колледже пользуются спросом дошкольное образование и техник-технолог. Большинство выпускников не ограничивают себя среднеспециальным и поступают дальше в университет. В прошлом году учащиеся получили 6 дипломов в инновационном творчестве. Немаловажно, что учреждение образования заняло третье место среди всех колледжей Могилевской области. Это совместная работа педагогов и, конечно же, руководителя. Хочу поздравить всех, кто приступил сегодня к занятиям. Это не только учащиеся колледжи, школ, это студенты. Хочу пожелать всем самого главного. Вставая утром, знайте, что самая главная победа – это победа над собой. Директор Вера Широкая вспоминает, как пришла работать в колледж, который сама окончила в 2007 году. Еще два года назад состояние художественного корпуса, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Его полностью восстановили после залития. Сегодня же это просторные кабинеты, уникальный методический класс и уютная учительская, где учащимся хочется постигать науку, а педагогам делиться знаниями. Самое главное наше достижение – это то, что мы в январе 2019 года подтвердили свой вид колледжа. Мы прошли аккредитацию. Но скажу, что по заключению, которое было выдано нам департаментом контроля качества образования, мы действительно на том уровне, на заслуженном уровне. Стоит отметить, что преображение колледжа было сделано за внебюджетные средства, ведь учреждение само зарабатывает на сувенирах под заказ и изготовлении столов, которые экспортируют в Данию. Недавно здесь появились и пять мультимедийных установок, а это позволит еще более качественно подготавливать специалистов. Мария Бересневич, Павел Зуев, Бобруйск, 360.